К другим темам. Астраханская область станет перевалочным пунктом на новом великом шелковом пути. Этот грандиозный проект России и Китая должен вывести торговые отношения на новый уровень. Инвестиционный климат в Астрахани привлекает зарубежных бизнесменов. Планируется создание новых предприятий, развитие сельского хозяйства и туризма. Об успехах и перспективах региона узнаем из первых уст у нас в студии губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый день. Вначале хочется спросить о сельском хозяйстве, астрахань, традиционной жительнице страны. Какое урожай ожидаете в этом году? Российский огород, как всегда нас называют. Мы, конечно, пассивные площади увеличили под плодовощную продукцию. Стоит отметить, что в прошлом году достигнут рекордные урожаи. Это 1,3 млн тонн плодовощной продукции в сыром виде, которые отправили на рынки страны, ну и, естественно, на глубокую переработку. Поэтому в этом году будет больше, но главные проекты идут в перерабатывающей промышленности. И уже по 4 месяцам мы показываем темпы в 1,4 раза больше продукции консервируемые готовим для рынка, нежели в прошлом году. И эти темпы сохраним по всему текущему году. Сейчас уже приступили к уборке урожая. В начале июня москвичи и другие города получат ранний картофель, ранний лук. Ну, весь ассортимент, который только можно представить. И самое интересное, что в этом году мы приступили к группе ореховых культур. То, что раньше было сложно производить, потому что конкуренция была серьезная на рынке. Ну, а в этом году, слава богу, что ни болгарской продукции, ни польской, ни греческой нет. И мы должны эту нишу занять, что и делаем сегодня. А о каких орехах идет речь? Это орехи, начиная с земляных орехов, заканчивая грецкими орехами, которые произрастают у нас. Ну, конечно, у нас все надо поливать, поэтому затраты чуть выше. Но, учитывая освобождающуюся нишу, цена превышает те издержки, которые мы тратим. И, в общем-то, учитывая применение еще капельного орошения, снижение затрат колоссально, поэтому выгодно заниматься этим делом. То есть орехи, которые были выращены в Астраханской области, не могли попасть на рынок сбыта из-за того, что... Ну, мы так активно не занимались ими, потому что было тяжело пробиться на рынок. Сегодня это достаточно спокойно. Но вообще вот санкции, влияние каких-то западных мер и так далее как-то отразилось на вас в лучшую сторону, кроме орехов? Ну, вы знаете, с одной стороны, может быть, это прибавило некие сложности, потому что партнерские отношения есть партнерские отношения. Но, с другой стороны, есть и хорошие плюсы и преимущества. Сегодня однозначно аграрный сектор находится на таких комфортных условиях, потому что рынок требует продукции, которую мы производим, и которая выгодна и фермерам, и сельхозпроизводителям по цене. И объемы, самое главное, объемы сегодня колоссальные, потому что все-таки продукция требуется на рынке, и мы должны только успевать за потребителем, что сейчас и делаем. Поэтому больше плюсов, чем минусы. Вот президент дал поручение в максимально сжатые сроки провести импортозамещение в производстве. Ваш регион с этой задачей справится? Я думаю, справится, потому что серьезная поддержка от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, от Минпрома, от Министерства экономического развития. Самое главное, что сегодня укомплектованы все проекты, особенно по закрытым грунтам, особенно по модернизации перерабатывающей промышленности, по сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбной продукции. Пошло очень активными темпами развития товарного рыбоводства, в том числе и осетровых пород рыб. Сегодня уже 14 компаний действуют, и в этом году мы прогнозируем где-то 500-600 тонн осетровых пород рыб будет на рынок поставлено. А до этого сколько было? До этого, может, выходили на 200-300 тонн, это как бы начальный этап был. И официальная икра будет на рынке предложена до 10 тонн. Это официальная икра, которая идет уже с заводов, с садковых хозяйств, которые просто как грибы растут. А можно говорить о проценте от общего числа? От общего числа? Да, но сегодня есть эмбаргон на добычу осетровых с точки зрения промышленного производства. И вся рыба, которая вылавливается из среды обитания, она направляется на заводы рыборазводные. И получение молди необходимо только для того, чтобы выпускать ее в реку и в море. То есть воспроизводство. До 30 миллионов штук выпускается в естественную среду обитания, что пополняет подорванные, так сказать, поголовья осетровых рыб. А это в перспективе даст возможность популяцию сохранить. Это такая принципиальная позиция Российской Федерации и всех прикаспийских государств. Поэтому больше сегодня и поддержки, и акцент делается на товарном осетроводстве, и товарном рыбоводстве, уже закрытых водоемах. Это и садки, это и какие-то сооружения. Ну а и рыба, и икра там абсолютно качественные, вкусные и настоящие. Ну одна из проблем это браконьеры, вот что касается рыбной отрасли. Вот с ними как дела обстоят? Ну мы по этой теме принципиально работаем более 10 лет. В принципе, такой уже страшной картинки, которую наблюдали в 90-е и 2000-е годы, мы не увидим. Хотя, конечно, понимаешь, что браконьерство существует, особенно на Северном Каспии, где уже объединенные группы браконьеров различных государств создаются. Но тут скоординированные действия правоохранительных органов при Каспийских государств серьезно, при серьезном взаимодействии, в общем-то, купируют эту ситуацию. Я считаю, что сегодня уровень браконьерства в разы упал на Каспии, что в итоге возможно, возможно будет полностью исключен из нашей такой практики. А это дает возможность надеяться, что осетровая порода восстановится. Не так давно, несколько дней назад в Астрахани проходило выездное совещание российского МИДа. Вы в том числе были участником этого мероприятия. Вот если говорить о сотрудничестве Астраханской области с прикаспийскими странами вообще, да, вот о чем здесь может идти речь? Я хочу сказать, что у нас сегодня высранился наивысший уровень отношений с прикаспийскими государствами, причем это очень приятно для меня, потому что это направлено было на то, что люди, которые проживают на берегах Каспии, они исторически жили всегда в дружбе, в мире, в согласии, никогда не было каких-то глобальных войн. И это нужно было продолжить работу предков, которые нам в наследство оставили такое понимание добрососедства. С другой стороны, все прикаспийские государства имеют серьезные программы развития, индустриализации своих берегов. И, конечно, было бы глупо в этом плане не поучаствовать, не выстраивая отношения. Сегодня отношения в экономической части, в гуманитарных проектах, ну и просто даже в социальном блоке вопросов выстроены очень хорошо. Мы постоянно, не только взаимодействуем, годы культуры проходят, различные спортивные соревнования, молодежь дружит. И вот в этом году будет проведена площадка ежегодная, это Селиаса 2015, она уже международный уровень имеет, все прикаспийские государства будут присутствовать. А товарооборот растет, и из общего товарооборота, внешнеторгового оборота у нас 48% это на Каспии сориентированы, то есть на каспийские проекты. Плюс к этому в очень активной фазе сегодня развитие отношений с Индией и с Китаем. И в принципе вот не только уже прикаспийские государства, а названы крупные такие державы, которые сегодня взаимодействуют с Астраханской областью и с точки зрения, в первую очередь, конечно, взаимных таких экономических проектов, что даст возможность дальнейшего развития региона. Вот что касается России и Китая, да, расскажите о великом шелковом пути, да, о новом проекте. Почему его называют грандиозным? Ну, вы знаете, он исторически всегда в древние еще времена проходил через именно зону, где располагается Астраханская область, через Казахстан, Туркменистан, через наших соседей. И связывал Европу и страны Юго-Восточной Азии. И сегодня этот проект восстанавливается. И учитывая отношения, которые наша страна выстраивает и с Китаем, и с Индией, и вообще со всеми странами, входящими в организацию ШОС. И нужно формировать инфраструктуру. Сегодня она очень активно формируется и в плане автомобильных автодорог, которые соединяют не только регионы Астрахань, Калмыкия и Дагестан, но и соединяют Россию, Азербайджан и Иран. Первое, паромные сообщения, это и по морю, вот сейчас новые пароходы покупаются, то есть автопаромы, которые будут соединять Россию, Туркменистан, Азербайджан. Второе, это, конечно, железнодорожные сообщения и авиационные сообщения. Все проекты в активной фазе реализации и, в принципе, наша задача создать комфортную инфраструктуру прохождения как товаров, так и возможности бизнеса, стран, входящих в этот шелковый путь, чувствовать себя комфортно. Кто еще инвестирует в Астраханскую область сегодня? Ну, сегодня у нас начало реализации крупного проекта, это особая промышленно-экономическая зона, которая наполняется сегодня агентами, мы ведем переговоры, уже 17 компаний как бы заявили желание работать в этой зоне, но идет только формирование этой зоны, поэтому о результатах пока сложно говорить, но до конца года мы планируем приступить уже к реализации конкретных проектов. Здесь участвуют как и наши традиционные партнеры с Европой, несмотря ни на какие санкции, так и, конечно, индийский бизнес из арабских стран, интерес очень большой и китайское направление, и, конечно, наши российские компании, которые в планах импортозамещения, конечно, будут эту площадку использовать, потому что там очень серьезные налоговые послабления или освобождения от налогов значительных, чтобы ускорить эти процессы, и они будут выгодны любой компании. Вот одна из последних новостей, грубо говоря, что в Астрахани построят двухъярусный мост через Волгу, это какой-то уникальный проект? Ну, я думаю, что двухъярусный, это очень круто в прессе прозвучало, это будет мост, который соединяет два транспортных коридора, коридоры Е40, это европейский как раз трафик с Европы и в Среднюю Азию. И второй коридор с север-юг, который идет с северных территорий Российской Федерации, через нас, Иран и в Индию. Вот этот мост, если все будет складываться как бы удачно, он в программе «Дороги России» находится, и думаю, что на следующий год мы должны приступить к его строительству. Иначе город Астрахань просто не пропустит такое огромное возрастающее количество большегрузов, которые сегодня уже начинают создавать огромные проблемы для горожан, и их надо выводить за город. В прошлом году в регионе нашли крупное нефтяное месторождение «Великое». Там какие-то разработки уже ведутся сегодня? Да, сегодня формируется как бы пул понятных инвесторов и собственников, и я думаю, что в середине года они приступают к дальнейшей разработке данного месторождения, выход на проектирование, реализацию проекта, и со следующего года уже приступят к масштабной разработке этого большого и очень крупного месторождения нефти, причем очень легкой нефти. Давайте поговорим о туризме. В частности, о внутреннем. Есть поток в Астрахани? Потоки хорошие. Я просто знаю, что казахи очень часто посещают Астраханскую область. Там не только казахи. Сегодня возрастает количество туристов, приезжающих в Астрахань, и нам бы очень хотелось, чтобы не только акцент делался на спортивной рыбалке, охоте, то есть то, что можно в дельте всегда это поймать или, так сказать, насладиться природой, лотосами. Мы сегодня очень активно разрабатываем познавательный исторический туризм, учитывая, что все-таки территория Астраханской области – это территория, на которой в древние времена было три государства – и Хазария, и Астраханское татарское ханство, и царство астраханское. И вот это мы, конечно, используем. И исторические захоронения, такие знаковые места, потом стилизованные, после фильма осталась построенная столица Астраханское татарское ханство – это Сарай-Бату, туда туристы тоже устремились. Туры выходного дня. Мы предлагаем, учитывая наши природно-климатические условия, это зона полупустыни, не только в дельте побывать, но на верблюдах двугорбах, караваны специальные, организованные, такие называются, дорога кочевников. Можно себя почувствовать действительно кочевником, пройдя километр верхом на верблюде, потом попробовать кухню национальных, то есть наших коренных народов, это казахи, татары, там 154 национальности проживают. И это мы сейчас все предложили на рынок. И вы знаете, очень большой интерес, учитывая, что город полностью, в общем-то, имеет возможность принять одновременно 4,5-5 тысяч в гостиницах, которые разного уровня, начиная от эконом-класса, заканчивая пятизвездочными отелями. Другое направление это театральный туризм, то есть театры, особенно театр оперы-балеты, которые сегодня проводят такие уникальные проекты, это музыка на траве, то есть можно насладиться искусством высоким, не в зале даже, а в теплый период времени, находясь на газонах, на пледах, там расположившись, и народу очень много приезжает. К этому же мы запустили проект во всех таких знаковых местах города Астрахани и на набережной, Волгская палитра, когда не навязчиво ты знакомишься с культурой любой, которая тебе только нравится, разный стиль, это все тоже работает на туристов и, естественно, на астраханцев и на тех, кто приезжает. Поэтому большой сегодня выбор предложений есть, конечно, мы это все доводим и через интернет, и через средства массовой информации до нашего российского населения, не только российского. И вот сейчас я вижу, что взаимные, то есть не только потоки в Турцию идут, традиционно у нас прямое сообщение, но и пошли уже из Турции. Сюда в Астрахань это тоже очень, очень важно для нас. Ну и последний вопрос, когда свежий астраханский арбуз попадет на... Значит, первые ранние сорта, ранние сорта ждите 20 июня. 20 июня, то есть через 26 дней... Через 26 дней придут первые арбузы, первые дыни, но раньше просто мы не можем их вырастить, это и так очень сверхранняя продукция. Спасибо, Александр Александрович, у нас в гостях был губернатор Астраханской области Александр Жилкин, и он рассказал о перспективах развития своего региона.